Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 6 февраля. Ксения Полузимница. День назван в честь Ксении Милаской и Евсевии. Она была дочерью знатного человека, но когда выросла, добровольно покинула отчий дом для того, чтобы служить Христу. Она стала монахиней, строго придерживалась правил духовной жизни, и Господь дал ей способность утешать страдающих, разочаровавшихся в жизни людей. Еще она построила женский монастырь и всю свою жизнь провела в трудах, добрых делах и молитвах. Как мы с вами видим, сейчас много дней календаря имеют приставку полу, хлебник, зимник, корм. И это неудивительно, сейчас переломное время, как в сезоне года зима, так и в запасах продовольствия. Именно по этой причине они и получили такие названия. И этот день имеет несколько названий. Аксинья полузимница, полухлебница и даже Аксинья весноуказательница. Однако крестьяне говорили, полузимница хоть и пополам, да неровно делит зиму. К весне мужику будет тяжелее. Крестьян интересовало, какая погода будет дальше, но больше всего интересовало, сколько будет стоить хлеб. В это время закупали зерно, пока оно не поднялось в цене. С этого дня начинались наиболее тяжелые дни, потому что даже самые большие запасы начинали заканчиваться. А до зимы, то есть первого хлеба, еще было очень далеко. Приметы. Какая погода стоит на Аксинью, такой будет весна. Если была безветренная погода на Аксинью, вторая половина июля будет теплой и сухой. В юго на Аксинью будет дефицит корма для скота. Если хлеб сегодня подешевел, год будет урожайным. Вьюга и метель сегодня к неурожаю и пасмурной весне. Если сегодня редкие и высокие облака, скоро будет тепло. Нельзя ставить сегодня квас, будет неурожайный год. Сегодня запрещалось завязывать какие-либо узлы. Это к смерти. Перестилать постель, можно заболеть. Стричь ногти на ногах, могут быть судороги. Не стоит и рассказывать свои сны. Кто сегодня сядет первым ужинать, тот вскоре умрет. Сегодня старались не ужинать после захода солнца. В некоторых семьях первыми ужинать садились старики, чтобы дети и внуки не умерли раньше. Доброе здоровье. У нас сегодня в гостях ведущая Таня Ларич. Здравствуйте, Геннадий Дмитриевич. Рада вас видеть. Прочла я в вашей книге «Лечебное и раздельное питание» очень интересную заметку про народ хунза. Так вдохновилась, что решила к вам прийти и поделиться своим творческим решением одного рецепта. В детстве, в пионерском, что мы делали? Мы делали такой десерт, назывался «Клубнички». На мясорубке вафли «Артек» проворачивали. Получался фарш. Из них лепили форму клубничек. Из вафель. Обмакивали в свекольный сок, а дальше в сахар. И в холодильник на какое-то время. И встаешь там, если вечером делаешь, утром у тебя прям клубнички, и все это так вкусно. А я прочла, думаю, Таня, какие вафли. У Геннадия Петровича Малахова есть же шикарная пророщенная пшеница. Вот она. Вот она. И потом я видела в целебной кулинарии котлетки из пророщенной пшеницы. Думаю, так давайте же сделаем фарш из него и сделаем питательные эти клубнички. Давайте сделаем эти клубнички и, будем говорить, используем их в нашем питании. И пока ты будешь что-то готовить, или я буду готовить? Надо сделать фарш. Фарш. Про хунзу обязательно расскажите. Хорошо, хорошо. Я даже потом залезла в интернет, посмотрела, где этот хунзу живет. Народ оказывается на территории современного Пакистана. Удивительные, конечно, люди. Но Геннадий Петрович лучше расскажет. Как они от белка отказались? Я не совсем понимаю. Они же в горах. Там бараны должны быть. Действительно, но там бараны слишком маленькие. Значит, я немножечко хочу, как бы сказать, чуть отступить, чтобы все было понятно. Дело в том, что современную науку, диетологию двигали, конечно, врачи, которые изучали науку. И получалось так, что они сами болели. И так получилось с Говардом Хэм, это американским врачом, который еще в 19 веке заболел. В 1941 год ему исполнился, и он заболел гломеролонефрит с высоким кровяным давлением. Обратился, естественно, к своим коллегам-врачам, и они ему сказали, слушай, а ты знаешь, ты боли неизлечима, и поэтому мы ничего не можем тебе сделать. И вот тогда он начал, естественно, искать умирательных кутистов. И нашел доклад другого ученого, британского врача, полковника Мак Гаррисона, который рассказывал о народе Хунза. И вот этот народ, откуда он взялся? Это, значит, где-то в Пакистане. Имеется такая долина, в которой особый климат, и там ничего не растет. В основном только абрикосы, вот говорят, овцы там очень маленькие, то есть коровы там как овцы, там что-то там... А овцы как собаки? А овцы там еще как кошки. Ну, очень бедные, они живут бедно. Значит, питания особо никакого нет. Рацион, ну, как бы мало разнообразный. И в основном абрикосы, что самое интересное. И там существует такая пословица, что, значит, женщина из народа Хунза не пойдет туда за милым своим. Где нет абрикос? То есть одно это у них из таких блюд, это, значит, вот, будем говорить, питание там абрикосами, сушеным и так далее, и так далее. Значит, живут они там в проголодь, практически мало чем болеют. В основном они у костра там бывают, и то глаза у них там слезятся от дыма, то еще. И якобы, якобы, значит, там говорится, что они живут до 120 лет, а женщины до 90 лет еще кормят... Грудью? Да, грудью. Ну, вот примерно, смотрите, описывается так, что 32-тысячное население этого рая не знают болезни, средняя продолжительность 120 лет. Вот, значит, они вегетарианцы питаются... Ну, может быть, так оно и было в 19 веке. Ну, может быть, может быть. Сырыми фруктами, овощами, там, зимой высушенными, значит, на солнце абрикосами и пророщенными зернами и брызгами. И мы сейчас как раз их приготовим. Да, сделаем этот фарш. Так, включаем. И пошло у нас. Делаем фарш из пророщенной пшеницы. Пошло. Пошло. Хороший фарш получается. Да. Посмотрите, как вы ее прорастили. Специально оставила один отросточек. Вот аж 4 усика, и они где-то по 2 сантиметра уже. Это еще лучше или хуже, когда маленький отросточек? Вот объясните. Вот смотри. Мы с тобой, как раз, помнишь, как-то рассказывали о пяти первоэлементах, из которых начинает строиться мир. И вот смотри, ты как раз сказала, вот смотри, зерно, да? Вот он один отросточек, вот он второй отросточек, вот он третий отросточек, вот он четвертый отросточек, и вот он пятый. Да. А почему нет шестого? А почему нет четвертого отросточка? Но еще не выросли. А они не выросли. А помнишь, я тебе рассказывал о том, как строится пространство? Пространство строится с позиции пяти первоэлементов. Значит, в середине зерно, и она дает отросточек 1, 2, 3, 4, то есть закономерно идут 4 направления, не 3, не 5, а именно 4. Вот она как раз по этим силам и действует. То есть это прямо наглядный пример, наглядный образ сотворения мира из мелочи. И более того, да, из мелочи, и еще я вам покажу удивительную вещь. Мы с вами берем, разрезаем яблочко вот так вот, яблочко разрезали, да, и считаем, сколько тут камер? 5. 1, 2, 3, 4, 5. А почему 5? Вот почему 5, а не 6, а не 3, а не 4? Потому что 5 элементов. 5 вот этих вот первоэлементов действует в середине. То есть пространство начинает строиться. Эти 5 элементов? 5 первоэлементов это эфир, это воздух, это огонь, это вода и земля. Очень красиво. По индуйской терминологии. Хорошо. У китайцев несколько там она иная. Ну, то есть я показал почему. И поэтому вот этот как раз потенциал, который идет с пространства, вот он только начинает, он самый мощный, естественно, будет нас очень хорошо питать. Вы представляете, какая у нас получится вселенская просто клубничка. Вот он фарш. Итак, фарш из проросшенной пшеницы. И сейчас я буду лепить вот эти самые наши клубнички. Хорошо? Да? С удовольствием. Кстати, что мы еще здесь используем? Свекольный сок. Свекольный сок? Он хорошо очень окрашивает. Ну и потом... В качестве пигмента берем, естественно, свекольный сок. Дело в том, что сахар, конечно, толку ничего не давал, кроме того вкуса. А вот кунжутные семена используются, и хлеб кунжутом обсыпается, ну и ряд других продуктов. Почему? Да потому что кунжутное семя по своим свойствам, она горячая. И за счет этого улучшаются процессы пищеварения и усвоение того же хлеба, что немаловажно. Видишь, почему кунжут так поменяется? Такие лепешки, арабские, они все с кунжутом. Чтобы лучше пищеварение шло? Чтобы лучше шло пищеварение. Потому что в любое семя еще вносит свои, будем говорить, живые субстанции и делает наш продукт более целебным. 13-е лунные сутки. Дело идет к полнолунию. Приливная волна в океане вновь набирает силу. А в организме усиливается циркуляция всех жидкостных средств. Крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и умоложению. Что касается энергетической активности, то есть энергия находится в пищеварительных органах, от работы которых во многом зависит обновление ткани. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу. Пейте свежие соки, обновляющие кровь, яблочные и свекольные. В готовое блюдо добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Прилетствуются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний. 14 лунные сутки. Инергетика лунных суток постоянно возрастает и это начинает неблагоприятно сказываться на работе организма. В этот день рекомендуется ограничить поступление жидкости в организм, особенно касается чая, кофе, сладких напитков. Лучше пить талую воду, которая промывает организм и обладает мочеводным эффектом. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания. При этом не надо перегружать зрение. Не рекомендуется подчиняться меланхолии, тоске и различным страхам. Очень хорошо заниматься ароматерапией. Она укрепляет тонкие тела и поднимает настроение. А также приучает к восприятию тонких ощущений.